Вот так. То есть, всё равно, ну, понимаешь, тут смысл-то в том, что у болота есть и от земли чуть-чуть нельзя, потому что... С кочечки на кочечку, со слегой, пошёл вперёд. Так это уже, так это кочка. Подождите, а и Сусанин, который поляков завёл, он ведь вёл их по болотам сколько, чтобы они потом не вышли? Так вот представляешь, что это... И не вышли ведь? Так и не вышли, а уходить тоже можно? У нас ваше время детская викторина была, Александр. Ну что ж, да, к сожалению, не получилось, но ничего страшного, даже не расстраивайся, можешь поучаствовать в нашей викторине ещё и завтра. Ну а прямо сейчас в нашей студии появляется Максим Ядрышов, наш постоянный автоэксперт, представитель Комитета по защите прав автомобилистов. Мы встречаем Максима, будем с ним разговаривать. Я хотела уйти. Доброе утро, Максим. Рады видеть вас. Ну что ж, у нас приготовлена масса вопросов к вам, как, собственно, к автоэксперту. Кстати, мне хочется напомнить нашим телезрителям, что свои вопросы вы можете задавать и по электронной почте, и звоня по телефону 311-29-47. Вот давайте обсудим последние новости о нескольких дней. На днях мир узнал вот об этом. Гаишник из Москвы отказался от взятки в 45 миллионов рублей и сдал своего искусителя в полицию. Более того. Вот наша телезрительница Ася интересуется, доколе будет твориться этот беспредел, отказаться от 45 миллионов. За какую повинность? Это жена, видимо, того гаишника. Вполне возможно. Вот за какую провинность можно получить такую взятку, как вы считаете? У меня после этой новости, на самом деле, был единственный вопрос. Неужели ему оказалось мало, эти 45 миллионов, он хотел просто больше. Но история действительно была в Москве, когда гаишник... Это не первоапрельская шутка. Да, гаишник действительно отказался от взятки в 45 миллионов рублей за то, что один предприятий предлагал ему поставить 300 грузовиков на учет, не прошедших таможенное оформление. Вот. И за это он предложил гаишнику 45 миллионов рублей перед передачей первого транша. И как раз этого человека и сдержали. Это не первоапрельская шутка самая интересная. А вот давайте вот этот сарказм наш уберем, ну а почему действительно гаишник не мог оказаться очень порядочным, нормальным гражданином при исполнении, который выполняет все необходимые правила? Почему мы сразу думаем, что это ему просто не хватило, или что вот мы над ним подтруниваем так отказаться от 45? Может, он действительно честный человек? Мало таких у нас? Ну, если задуматься, то это вообще нормальная ситуация должна быть в органах. Когда человек предлагает взятку, он сообщает об этом своему начальству, как в регламенте, собственно, и указано. Но, к сожалению, у нас перед глазами постоянно есть какие-то обратные примеры, но это не значит абсолютно, что все стройники гаишни-зятки есть и достаточно приличные, порядочные люди. Ну что ж, едем дальше. В Сколково уже протестировали на новинку, собираются вводить во всех российских городах, протестировали еще и в Тюмени. Новинка уникальна, имеет звуковое сопровождение, и говорят, что к трем имеющимся цветам светофора добавят новый цвет фиолетовый. Авто и пешеходы в момент его мигания должны будут оставаться на местах, то есть абсолютно все. Как вы считаете, что даст нам такое нововведение? То есть ничего нам не даст такое нововведение, вот если особенно сделать в ультрафиолетовом диапазоне, например, это излучение, чтобы водители еще и не видели, то будет отличный пот, потом штрафовать всех за то, что они нарушили сигнал светофора. Нет, ну а то есть получается, что к трем добавляется четвертый или просто желтый заменяется? Там, мне кажется, можно желтый заменять, потому что он будет симпатичной ночью выглядеть, мне кажется. А, вот оно как. Не знаю, мне кажется, в этом смысле нужно придерживаться каких-то традиций все-таки, опасные вещи. На днях в информагентствах появилась тревожная новость. В Германии грузовик проехал без водителя 10 километров. Он смог остановиться только через 10 километров, когда бортовой компьютер машины заметил неладное и включил принудительное торможение. Заметил. Думал, думал, заметил. Вопрос. Как скоро машины захватят наш мир и что должен знать каждый автовладелец, чтобы защититься от таких курьезов и вовремя взять управление в свои руки? Ну, если бы дело происходило, у нас было бы то же самое, что без водителя у нас грузовик тоже может проехать не 0,1 километра, потому что те кореи на дорогах, которые есть, в принципе, позволяют водителю ехать как по рельсам. А случай в Германии, ну, действительно был достаточно такой уникальный, потому что пришлось перекрывать автобан на несколько десятков километров для того, чтобы успеть безопасность. Это тоже не первоапрельская шутка, это действительно на прошлой неделе было. Вот водитель просто уснул за рулем, потом сообщил, что не стало плохо. Вот. И при этом системы, которые следят за тем, чтобы водитель водорослал, не спал, вот они через 10 километров только сработали и заглушили двигатель. Все понятно. Вот, честно говоря, меня целую неделю не было в Екатеринбурге, я не совсем в курсе вот этой новости по поводу знака ямы на Бебелевском мосту. Расскажите подробнее, может быть, кто-то из наших телезрителей тоже не знает. Я так понимаю, что какой-то автолюбитель самовольно установил этот знак, так? Да, на мосту по улице Бебеля, ну, те, кто ездил, те знают, какое состояние там дороги. Это действительно неравнодушный автолюбитель, установил знак ямы, который сам табличку изготовил. Его теперь пугают штрафами. Да, вся проблема в том, что этот знак, он оказался похож на знак начала населенного пункта. То есть черный шрифт на белом фоне. И как раз вот за установку вот этого знака, о том, что он оказался похож, вот, и пытаются его каким-то образом оштрафовать. Ну, вы думаете, что все-таки существует такая возможность, и его оштрафуют? Ну, я не думаю, что его оштрафуют, на самом деле, потому что инспекторы ДПС затрудняются назвать статью, по которой они собираются оштрафовать данного водителя. Не, ну как, извините, если я сейчас начну самовольно устанавливать эти знаки, где ни по поди, пусть даже самые адекватные, это что, не будет караться? Проблема есть, да, но самое главное, что водитель привлек внимание городских властей к этой проблеме, и я надеюсь, что когда будет плюсовая температура, если верить прогнозу погоды, то они будут на этой неделе, вот, то с первой, с первой очереди, с чего начнут, то мост на дебиле, потому что есть действительно... Мы будем надеяться. Спасибо большое, Максим, напоминаем зрителям. Представитель комитета по защите прав автомобилистов Максим Ядрышов был у нас в гостях. Наша программа продолжается, мы прервемся на короткую рекламу и вернемся в эту студию. Продолжение следует...